Друзья, всем большой привет! Рада вас видеть во второй части видео Пустые баночки января. Давайте продолжим. Пена для ванны фитотерапия. Покупала ее в магазине Фикс Прайс. У меня можжевельник Эвкалипт. Содержит масла 750 мл объем. Мне понравилась эта пена. Она хоть и жидковата была, но очень приятно имела аромат этих эфирных масел. Хорошо пенилась. Я люблю принимать ванну с пенами, с маслами, с бурлящими шариками. Поэтому этот продукт был в тему. Пользовалась им и в декабре, и в январе. Мне очень понравилась. Так что могу посоветовать. Пена очень бюджетная и очень достойная. Несколько продуктов закончилось у дочки. Happy Moments Дракоша мягкий шампунь для волос. Натуральная основа. Ромашка, крапива и череда. Его можно использовать от одного года. Без слез, на самом деле, без слез. Имел такую прозрачную гелевую консистенцию. Очень хорошо волосы промывал. Не сушал, не спутывал. У меня у дочки волосы длинные, поэтому для нас это актуально. Имел очень приятный аромат земляники. Немножко такой химический, но тем не менее приятный. И с удовольствием им пользовались. Еще от этого же производителя закончилась пена для купания с ароматом дыни. Аромат здесь дыни был просто потрясающий. Честно говоря, я бы сама в этой пене нежилась. Но дочка у меня тоже любит понежиться в пене. Поэтому, конечно, оставила эту пену для нее. 240 мл объем, не вызывает слез, не сушит, не раздражает кожу. Действительно, это так очень достойный продукт. Ну и оформление такое веселенькое, детское. Для волос у нее еще закончился тоже в наборе все три средства. Были это спрей для волос, легкое расчесывание, ухаживающая, натуральная основа. Был такого, как водичка, консистенции, такая розовенькая, очень приятно пахло. Долго был у нас в использовании. Несколько месяцев здесь 160 мл. Нужно было пару нажатий на все волосы хорошо распределял. Волосы хорошо распутывались, не дергались, никаких слез не было, истерик не было. Поэтому нормальный, хороший спрей для волос на такой водной основе. У меня закончился, девочки, мой любимый дневной крем. Как же я грущу, что он у меня закончился. Это от компании Апью, крем с гомомелисом. Он настолько мне понравился, настолько мне подошел. Давайте сначала прочитаем, что заявляет нам производитель. Здесь 50 мл объем. Крем эффективно сужает поры, уменьшает секрецию сальных желез. Благодаря входящему в его состав экстракту гомомелиса, очень хорошо улучшает цвет лица, обладает литонизирующим антиоксидантным действием. Выравнивает цвет лица и способствует профилактике появления возрастных пигментаций и сосудистой сеточки. Девочки, вот все, что я вам сейчас прочитала, все этот крем делает. Во-первых, он идеальный для моей комбинированной склонной к жирности кожи. Он прекрасно является основой под макияж. То есть, прекрасно себя зарекомендовал как дневной крем. Я наносила его, буквально проходило несколько минут, 2-3 минуты. Он очень быстро усаживался, впитывался. Никакой пленки, никакого жирного блеска, ничего. Просто кожа себя чувствовала замечательно. Помимо всего этого, что он прекрасно является основой под макияж и как дневной крем, он действительно работает. Вот вы знаете, цвет лица улучшился. Поры немножко сузились. Я заметила, что при регулярном использовании кожа не стала так сильно жирниться в этой зоне. То есть, он на самом деле регулирует выработку сальных желез. И как бы цвет лица немножко выровнялся, улучшился. Вот просто замечательный крем. Его цена, ну где-то, наверное, 650 рублей. Я его покупала в подружке. Вот таким образом он выглядит. Он имеет очень-очень приятный аромат лимона. Такого нежного лимона, но в то же время приятного. Такой цитрусовый аромат. Классный крем. Вот сейчас я вам покажу. У него вот такое большое горлышко. Он очень-очень густой. Не знаю, сейчас немножечко, если осталось. Да, чуть-чуть осталось. Очень-очень густой. Но смотрите, такая у него текстура. Гелевая, тающая. Вот видите, буквально 2 секунды. И он уже впитался. И стал работать на обогащение, улучшение вашей кожи. Обязательно его повторю. Если он сейчас так хорошо работает, я представляю, как хорошо он будет работать в весенне-летний жаркий период. Я его обязательно повторю. От компании Апью у меня еще закончился пробник с амодекососидом. Здесь 3 грамма. Мне хватило на 2 раза. Вот этих пробничков у меня таких было очень много. И с цинком, и с амодекососидом, и с гомомелисом. Вот этот он заявлен на омоложение, на уже первые признаки возрастных изменений. Очень тоже классный крем. Но с гомомелисом мне понравился больше. Еще один закончился. Корейский крем от Hello Skin Jumiso. Крем для лица с экстрактом муцина улитки и азиатской цинтеллы. Здесь было 15 грамм. Попадался в боксе. Очень приятный крем. Сразу видно, что здесь в составе есть экстракт муцина улитки. Немножко липковатый. Немножко тягучий. Но меня это не смущало. Я сначала наносила сыворотку, потом этот крем. Мне абсолютно хватало увлажнения, ухода с этими продуктами. Классный крем. Полную версию не куплю, но 15 мл хватило мне надолго. Я с удовольствием им пользовалась. Еще у меня была, тоже в коробочке красоты, попадались две сыворотки. Вот такая с тонер, с АХ кислотами 5% и балансирующая серум сыворотка для лица. Классные продукты. Это с витамином С была. За один раз ничего не скажешь, но на одно применение такой неплохой. Еще вот такая сыворотка была тоже здесь на один раз. Она очень-очень густая. Была такая тягучая по типу клея. Подходит к концу у меня гидрогелевый патч с гиалуроновой кислотой и экстрактом водорослей. От моей одной из самых любимых корейских компаний Эль Сенник. Очень красивая упаковочка. Так давайте ее сюда поставим. Таким образом выглядят сами патчи. У меня здесь осталось, наверное, на одно или на два применения. Здесь вот лопаточка есть, конечно же, у нас в комплекте. Но я решила вам показать, какие они красивые. Смотрите, девочки, они просто-просто изумительной красоты. Они чем мне нравятся? Во-первых, они не сползают. То есть вы их наложили и можете заниматься своими делами. Они вам абсолютно мешать не будут. Никуда они не убегают, не сползают. Очень имеет приятный аромат. Хорошо разглаживают и увлажняют область под глазками. Держу в дверце холодильничком. С утра нанесла. Занимаюсь своими повседневными делами. Потом сняла. Крем нанесла и начинаю пользоваться макияжем. Очень понравились. Далее покажу вам. У нас девочки будут в этой части и как уходовые, так и декоративные продукты. Декоративной косметики тоже будет много. Вот такая была масочка гидрогелевая для лица Гуру Сияния от Эйвен. Маска великолепная. Она состоит из двух частей. Верхний и нижний. Накладываем. Очень хорошо прилегает. Сам гидрогель довольно качественный. Просто вау-эффект. Я использовала перед мероприятием. Да, у нас в январе месяц длинный, насыщенный. Много было праздников. И вот перед одним из выходов я воспользовалась этой маской. Результат мне очень-очень понравился. Компания Shine Tree Bubble Cleansing Pet. Это такой подушечка для очищения кожи лица с экстрактом черники. Эта подушечка очень пенится. Она двухсторонняя, рельефная. Вы надеваете ее на пальчики и проходитесь по лицу, избегая области вокруг глаз. Она очень хорошо пенится. Я ею пользовалась, пользовалась. Потом смыла. Смотрю, она опять пенится. Я опять второй раз по коже стала ее массировать. Смыла еще раз. В общем, так делала три раза. Моя кожа очень хорошо себя стала чувствовать. Она как будто задышала. То есть, с этой губкой просто великолепно. Ну, вот так вот нарисовано. Действительно, лицо улыбается. Кожа довольная. Как дорожный вариант, брать с собой куда-то очень даже неплохо. Неплохое. Три масочки у меня было с Aloe Vera в этом месяце. Первая маска свежесть и тонус от Avon. И две масочки корейские Quail Nara тоже с алоэ. По действию они, в принципе, похожи. Отличаются только немножко по своему аромату. У Avon аромат более ярко выраженный, насыщенный. Такой немножко, знаете, как бы со спиртом. Что-то такое спиртосодержащее есть. Вот здесь от Quail Nara более спокойный, приглушенный аромат. Я не знаю, сколько стоит маска от Avon, но вот эти масочки я покупала в Magnet Cosmetics по акции за 35 рублей. То есть я набрала штуки, наверное, 4 или 5. И вот с удовольствием пользуюсь. Достойные маски. За питание в этом месяце отвечала маска Seven Days с авокадо. 20 грамм. Наносила на 15-20 минут. Очень хорошо она подпитала мне личик. Она не липкая. Такой, как кремовый. Была пропитки. Очень хорошая лекала. Масочка неплохая. Вот такая у нее информация. Три маски было от компании Ekelia. Первые две маски с коллагеном и экстрактом улитки были немножко липковаты. Но меня это не смущает. Я жду, когда липкость пройдет. И потом уже дальнейший свой уход продолжаю. А вот эта маска с древесным углем. Я ее наносила, когда на лице были несовершенства. Когда какой-то прыщик хотел появляться. Она очень хорошо очищает. Она не оставляет никакой липкости. И так, знаете, немножечко как бы устраняет излишнюю жирность. Регулирует работу сальных желез. И оказывает такое легкое антисептическое действие. Такие маски тоже, конечно, должны быть в арсенале. И еще одна масочка. Это Shine 3 с виноградом. Таких масочек у меня несколько. Попадалось и в боксах. Я сама покупала в магазине Подружка. Пахнет действительно виноградом. Таким зеленым, тоже пакетированным. Я сняла эту маску и чувствую, что моя кожа как бы перегружена. Как под пленкой какой-то. Вот такие неприятные ощущения. Поэтому я ходила, я ходила. Ощущения никуда не девались. И мне пришлось умыться. Вот это, конечно, небольшой минус. Но посмотрим, как будет с другими масками. Закончился у меня кусочек мыла Palomolive Naturel. Алтайские травы с экстрактами шалфея, розмарины и жимовости. Это мыло скраба. Абсолютно потрясающим ароматом. Очень вкусное. Скрабирующих частичек очень много. Они натурального происхождения. Абрикосовые косточки. То есть мыло скраб как для тела. Просто великолепно. Очень мне понравилось. Кусочек 90 грамм. Она такого сиренево-лилового цвета. Закончилось у меня, девочки, 3 пачки влажных салфеток. Большого объема. КТ с антибактериальным эффектом. 130 штук. Их много. Но они очень маленькие. Поэтому порой я брала не по одной. А сразу по 2-3 штучки. Не плохие, но маленькие. Следующие салфетки из Ашана. Каждый день. Влажные для детей. 75 штук. Здесь они были очень большие. Хорошие. Качество отличное. Клапан, видите, работал до конца. Немножко мне надоело отдушка. И третья пачка салфеток из магазина Лента. Little Times. Без отдушки. Здесь у нас уже было их сколько? 64 штучки. Вообще никаких претензий нет. Работали просто великолепно. Из Ашана закончились еще ватные диски. Каждый день. 120 штук. Нравится их качество. Никаких претензий к ним не имею. Поэтому, как бываю в Ашане, покупаю сразу несколько упаковочек. И вот такие влажные салфетки. 365 дней из ленты. Тоже нравится. Хорошего качества. 20 штучек. Ношу их в сумочке. Девочки, теперь давайте перейдем к декоративной косметике. У меня ее закончилось в этом месяце очень-очень много. И давайте начнем с парфюма. Наконец-то хоть один парфюм у меня закончился. Хоть один флакончик. Чему я очень-очень рада. Это Живанши. Ангел и Демон. Ля Сикре. Туалетная водичка. В объеме 30 мл. Покупала ее очень-очень давно. Несколько лет назад. Наверное, года 4. Когда все ей восхищались. Мне тоже ее очень хотелось. Я не буду подробно останавливаться на ней. У меня есть соответствующее видео. Кому интересно, я оставлю ссылочку в описании под видео. Про мои ароматы. Про мою коллекцию. Где я очень подробно разбираю все ноты. Все свои ощущения. Но скажу, что аромат такой вечерний. Аромат не на каждый день. Аромат атмосферный. Под настроение. Под образ. И раскрывается как нежным ангелом, так и немного демоном. Но, честно сказать, для меня он больше раскрывался демоном. Еще, что касается туалетных водичек. То закончилась миниатюра в 5 мл. Москина Той Бой. Вот такой замечательный красавец. Нишка. Вообще он заявлен как мужской аромат. Но я так понимаю, что по своему использованию он себя зарекомендовал как аромат унисекс. Я и супруг им воспользовались. Мне он даже больше подошел. Он такой молодежный, динамичный, яркий. Немного полуспортивный. Классный аромат. Абсолютно унисекс. Просто здорово. Я смотрела, он продается в Литуале. Смотрела, по-моему, 50 мл. Стоит 5800 рублей. Поэтому удовольствие это, да, такое небюджетное. Но мишка был великолепный. Я бы повторила. И закончились два аромата. Дискварет Вуд. Это мужская и женская версии. Они были вот в таких маленьких пробирочках по 1 мл. И женский и мужской вариация нам понравилась. Женская немного такая остатковато-пудровая. Мужская такая классная, стильная, динамичная, яркая. Тоже ароматики просто великолепные. Выбрасываю я какую-то пробирочку непонятную от Givenchy. Это вот что-то присылали в коробочке красоты. Ложили. Что это? Это три таких... На пробу нам оттенка помады. La Rouge Deep Velvet 37, La Rouge Night Noir 02 и La Rouge просто 306 оттенок. Здесь еще была кисточка. Я что-то попыталась воспользоваться, но кисточка неудобная. Поэтому, знаете, какое-то просто недоразумение. Не знаю, как этим пользоваться. И выбрасываю. А из нормальных таких полноценных помад у меня закончились две помады от Stellarie. Это еще в такой, скажем так, старой коллекции. Сейчас у Stellarie вышли новые помадки. Я их еще пока не пробовала. Нужно разгрести свою коллекцию помад многочисленную. Так вот, 41 оттенок розовая нежность и 01 блеск улыбок. Абсолютно потрясающие помады по своему качеству. Вот это у нас 41. Очень дневной, сливочная такая помада, мягкая. Губки не сушат, цвет великолепный, не пришивит. Очень-очень красивая, достойная, бюджетная. И 01 блеск улыбок. Она была с шиммером. Тоже очень-очень красивая. Смотрите, какая красота. Просто супер. Я этими помадками очень довольна. Пользовалась с большим-большим удовольствием. Далее вам покажу две пудры от компании Estrada. Как бы вам показать? Вот так покажу. Пудрами этими я вообще осталась недовольна. То есть упаковками. У меня здесь оттеночек 101. Это называется просто Estrada. Такая красивая якобы упаковочка. Но она очень дешевая. Такая пластиковая. В пудре 7 грамм. Что нам обещают? Пудра Вуаль Натюрель. Компактное с зеркалом. Ну, как бы и все. Немножко выравнивает цвет лица. Но это зеркало, девочки, у меня отлетело буквально после второго использования. Просто взяло и отвалилось. Я, девушка, настойчивая. Думаю, ладно, ничего страшного бывает. Приклеила. Она у меня опять отскочила. Думаю, ну и долго я буду вот это вот плясать зеркалами. Поэтому просто выкинула. Пудра сама по себе неплохая. Но такая, знаете, немножко как миловаясь. Не можно переборщить, если наслаивать. Она будет видна на лице. Поэтому прям легонечко-легонечко проходилась. Ну, не особо понравилась. На вот эту пудру Super Selfie я возлагала очень хорошие надежды. Она мне понравилась по качеству. Но, девочки, смотрите. С зеркалом все нормально. Зеркало не отлетело. Но она у меня вот здесь вот сломалась просто. Это, как бы, конечно, это очень обидно. Потому что я планировала носить ее с собой в сумочке. Оно все сломалось, отлетело. Половина пудры разбилась. Все вот там перепачкало мне в косметичке. Поэтому, конечно, какой-то ужас. Качество упаковок у них отвратительное. А так, пудра софт-фокусом сливается с кожей, обеспечивая идеальный тон. Да, пудра хорошая по качеству. Но больше не повторю из-за упаковок. Смотрите, тут все мне испачкало. Ну, конечно, какой-то ужас. Далее я вам покажу тональный крем Luxe Visage Insta Look с эффектом бархатной кожи. Скрывает несовершенство. Уменьшает видимость пор и мелких морщин. Светоотражающие микросферы. У меня оттеночек 20-й светлый холодный беж. По оттенку мне идеально подходит. Что касается качества. Он хорошо себя ведет в течение первых, наверное, 2-3 часов. После нанесения очень хороший. Потом уже начинает сползать, немножко окисляться, немножко проваливать в поры. Он не плотный, он хорошо распределяется. Если вы куда-то побежали, знаете, по делам, там в магазин, там ребенка забрать откуда-то, да, то нормально. Но если вы рассчитываете с этим кремом проходить рабочий полноценный день, если вы уходитесь дома там на 10-12 часов, то нет. Этот крем не подойдет. Просто такой быстрый, легкий, бюджетный вариант. Сбегать, как я говорю, в магазин, куда-то там погулять на 2-3 часа. Действительно, неплохо смотрится первые 2-3 часа. Потом уже начинаются какие-то с ним проблемы. Вот эта помпа-дозатор забилась буквально с третьего раза. Я ее промывала, там ее и прокавывала, что только не делала. Потом уже плюнула и просто стала вот этой кисточкой доставать и пользоваться тоже. Но он очень бюджетный, наверное, рублей 300 стоит. Поэтому можно, в принципе, ему это простить. Далее покажу вам лак для ногтей, обычный от компании Nail Look, голографик. Использовала его как для маникюра, так и для педикюра. Особенно красиво смотрелся летом. Объем 8,5 мл. Он у меня очень сильно загустел. Уже невозможно им пользоваться. Он уже не такой красивый. Уже как-то, знаете, у него основная была какая проблема? Он плешивит. Он очень жидкий. Когда вы наносите его, он как вот в разные стороны расползается. И абсолютно сложно добиться вот такой красоты, какая в упаковке. Нужно 2-3 слоя и как бы не очень. Если для педикюра смотрелось еще ничего, то для маникюра, конечно, нет. И последнее, девочки, мальчики, что вам покажу. Это Dior. Вот эта красивая водичка Dior Joy. У меня она тоже была несколько раз в таких маленьких сашетках по 1 мл. Классная водичка. Игристая, игривая, молодежная. Просто супер поднимает настроение. Но повторять ее покупать не буду, потому что у меня большая коллекция своя туалетных водичек и ароматов. На этом хочу закончить свою вторую часть пустых баночек. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Оставляйте свои комментарии. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока! Субтитры делал DimaTorzok